Здравствуйте, дорогие друзья! Воровинская детская библиотека предлагает вам послушать трогательную историю от Холли Веб, одной из самых популярных в России детских писательниц. Большое приключение маленького щенка. Гарри бежал по парку и весело вилял хвостиком. Его глаза сияли, а уши мотались из стороны в сторону. Он с восторгом рассматривал множество самых невероятных вещей вокруг. «Сегодня наша первая прогулка, Гарри!» – воскликнула Иви, обнимая щенка. «Ну как тебе, весело?» Гарри весь завертелся от счастья. Парк был самым потрясающим местом, которое он когда-либо видел. Вдруг яркий красный мяч промелькнул прямо у него перед носом. Уши Гарри взметнулись в воздух, когда он бросился за ним вдогонку. Щенок был так взволнован, что даже не заметил, как выскользнул из своего новенького ошейника. «Вернись!» – закричала Иви, размахивая поводком. Но Гарри ее не услышал. Он накинулся на мячик с тихим счастливым рычанием. Но тут рядом с ним зарычал кто-то еще. И зарычал гораздо громче. Перед Гарри стояли два громадных пса. Они уставились на щенка сверху вниз. Гарри попятился. «Можете побегать за моим мячиком?» – прошептал он дрожа. «Ну уж нет!» – пролаял тот пес, что был больше. «Лучше мы побегаем за тобой!» Гарри взвизнул и бросился в сторону леса. Но большие псы не отставали. Они гнались за ним и подступали все ближе и ближе. Гарри взвизнул среди корней большого дерева ямку. Он юркнул в нее и затаился. А его обидчики пробежали мимо. Он все ждал и ждал и ждал. Наконец щенок высунул нос наружу. «Все в порядке!» – они ушли. Послышалось откуда-то сверху. Гарри пискнул от удивления. С ветки дерева на него смотрел тощий рыжий кот. «Ты слишком мал, чтобы гулять в одиночку!» – заметил кот, спрыгнув с ветки. «Я потерялся!» – всхликнул Гарри. «И теперь не знаю, где Иви. Она мой лучший друг. Я тоже когда-то потерялся!» Кот ласково улыбнулся. «Не переживай. Я покажу тебе, как выбраться из леса!» «Спасибо!» – воскликнул щеночек, сияя. «Я Гарри!» «А я Рыжик!» – ответил кот. «Пойдем!» Гарри побежал следом за Рыжиком. Внезапно огромная птица выпорхнула из тени прямо перед щенком. «Берегись!» – крикнул Рыжик, когда Гарри от неожиданности повалился на кучу листьев. «Что вы себе позволяете?» – возмутился хмурый ежик, скрывавшийся в листьях. «Идем!» – вздохнул Рыжик. «Мы почти добрались!» Гарри радостно навострил ушки. «Иви будет так счастливо его увидеть!» «Иви! Иви!» – залаял Гарри. «Но в парке теперь было пусто, темно и тихо!» «Она ушла!» «Понял Гарри и опустился на холодную траву!» «Я хочу домой!» – сахныкал малыш. Рыжик ласково ткнул его носом. «Мы обязательно отыщем дорогу к тебе домой!» – пообещал кот. «А еще мы найдем тебе что-нибудь перекусить!» – добавил он. И друзья направились в сторону города. «Что, прямо здесь?» Гарри неуверенно принюхался, когда они пришли в город. Переулок был темным, но из мусорных баков пахло чем-то очень вкусным. И тут Гарри услышал, как кто-то рычит. Из темноты появилась огромная белая кошка. Она зашипела на Рыжика и ползнула его своими страшными когтями. Гарри зарычал. Нельзя было терять ни секунды. Он набрал в грудь побольше воздуха и... «Гав! Гав! Гав!» Лай Гарри эхом разнесся по переулку. Белая кошка завизжала от страха и бросилась прочь. Рыжик узумленно посмотрел на щенка. «Гарри!» – воскликнул. «Ты настоящий герой!» Гарри скромно завилял хвостиком. Затем он принюхался в поисках еще чего-нибудь вкусненького. Внезапно его нос затрепетал. «О!» – пискнул щенок. «Что такое?» – спросил Рыжик. «Я чую запах дома!» – крикнул Гарри и выбежал из переулка. «Сюда!» Двое друзей мчались по ярко освещенной улице мимо магазинов, домов. Пока... «Вот мой дом!» – обрадовался Гарри и начал скрестись во входную дверь. «Гарри!» – Иви бросилась навстречу другу и скребла его в охапку. «Ты вернулся!» – воскликнула она, прижавшись щекой к мягкому уху малыша. «Я так за тебя волновалась!» Но Гарри уже спрыгнул с ее рук. Он совсем забыл о Рыжике. «Не уходи!» – крикнул щенок. Рыжик как раз направлялся к выходу из сада. Ушки кота печально поникли. «Ты привел друга?» – спросила Иви, когда увидела, как Гарри ведет Рыжика по дорожке к дому. Девочка забрала их обоих домой и досыто накормила. Затем Гарри забрался к ней на колени. «Здесь и для тебя местечко найдется!» – прошептала Иви Рыжику. Старый кот счастливо замурлыкал. Он свернулся к клубочкам рядом со своим новым маленьким другом. И они тут же сладко уснули. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok